Здравствуйте! Нам, жителям Земли, и лягушечкам, и мартышечкам, и кошечкам, и человечкам, очень повезло. Мы живём в планетной системе звезды Солнца, которая светит для нас относительно стабильно, относительно многих других звёзд. В чём дело? Звезда наша находится в таком состоянии, когда она ещё не так давно, где-то полмиллиарда лет назад, в её ядре к обычным реакциям водородного цикла, когда из водорода синтезируется гелий, добавились реакции цикла гелиева, когда из гелия синтезируется углерод. И более тяжёлый элемент. Только-только добавились. Вообще говоря, в звезде, ну вот представляете себе, у вас есть некий котёл, представьте себе, и в нём идёт какая-то химическая реакция. На дне, ну котёл вы-то подогреваете, а у солнышка на дне, то есть в центре Солнца, там выделяется огромная энергия. И как ни крути, в этом котле должно идти перемешивание, конвективные потоки. Это всё осложняется тем, применительно к Солнцу, что Солнце – это не котёл, заполненный там, я не знаю, каким-то варевом. Это огромное облако плазмы. А в плазме имеет обыкновение быть, как сказать, впаянными, вмонтированными, не знаю, как это сказать, магнитные поля. Они с ней связаны. Это вот такое свойство вот этого сильно ионизированного газа, полностью ионизированного газа плазмы. И поэтому вот это вот бурление, оно ещё связано бывает со всякими вот магнитными эффектами. Ну, вы знаете, что у солнышка нашего есть циклы 11-летние. За время 11-летнего цикла солнечное постоянное – это то, что сколько энергии солнышко выделяет, скажем, в единицу, я не знаю, если хотите, времени. Она меняется примерно на 0,1%, то есть на 0,001. Понимаете, да? Ну, Солнце наше вот в такой стадии находится. А самое интересное бывает со звёздами, когда они начинают менять свой облик. Когда у них происходит некий переход из одного состояния в другое. Ну, тогда происходят всякие с ними коллизии, перемешивания. Они начинают, бывает, колебаться, трястись. То есть, знаете, вот звуковая частота, ну, это вот когда звуковая частота, ну, у вас, ну, скажем, мембрана какая-то колеблется. Барабан, натянутая кожа на барабан, бум, или там струна, или линейку металлическую, сейчас, не знаю, у вас бывает, зажали и так, бим-бим-бим-бим, вот это вот. А тут колеблется весь вот этот шар плазменный, бум-бум-бум. Звук. В плазме бывает звук. Да, вот это вот страшные плазменные колебания, большую энергию, значит, выделяющие. Частоты их разные бывают. Значит, есть такие звёзды замечательные, которые называются цифеидами. А первое, дело в том, что первая звезда такого класса, которая попалась на глаза астрономам под изучение, это была одна из звёзд созвездий Цифея. И вот цифеид есть замечательное свойство. Оказывается, частота вот этих бум-бум-бум-бум, и яркость, они связаны определённым законом. Ну, такая логарифмическая там какая-то кривая, но вот она есть. Это очень важный элемент, вот эти цифеиды. Распределение цифеидов очень важный факт, если бы иметь место быть. Дело в том, что вот зная вот эту вот их светимость истинную, и то, как мы их видим, и зная вот частоту пульсации, или период пульсации, то мы можем фактически определить, а как далеко на самом деле она находится. Ну, вы понимаете, вот близко там вот лампа вот эта вот от меня хорошо светит, ну, так смотришь в неё и даже как на какой-то момент слепнешь. А поставить её в километре, ну, хорошо, если её замечешь. Ну, вы понимаете, удаляется. Меньше энергии приходит. Пропорциональный квадрат расстояния уменьшается в видимой яркости. Вот. Вот такие вот дела. Вот очень замечательная вещь. Так вот, разные бывают состояния. Вот цифеиды – это вот такое вот отдельное состояние звёзд, такое более-менее стабильное, более-менее долго продолжающееся. А бывают перемешивания страшные. Дело в том, что там в глубине звезды, вот такой перемешиваемой, да, там ведь не только происходит, это у нас там только-только дело дошло до синтеза углерода. А звёзды, если покрупнее, то там может быть такая ситуация, что там уже начинает синтезироваться тяжёлый материал. Причём часть этого материала, оно синтезируется уже не с выделением энергии, а даже с поглощением. Вот с выделением ещё последнее – это железо 56. А если это ещё одно, при этом, ну что, железо 56, оно ещё выделяет энергию. И синтезируется более тяжёлой. Вплоть до, я не знаю, там Плутония, Технеция какого-нибудь, какого-нибудь там, понимаете, урана. Так вот, эти звёзды активно перемешивают всё это дело. Выкидывают наружу, в верхние слои. И вот такая удивительная звезда, это году в 60-61 её обнаружил Пшибыльский, астроном, поляк, который живёт в Австралии. Вот в Австралии достаточно много поляков, на эту тему даже была кинокомедия «Польская жена для австралийца». Вот он, значит, из Австралии приехал в Польшу искать себе жену. В конце концов, уплыли они шикарно в Австралию, и на фоне кильваторной вот этой борозды поцелуй в диафрагму. Вот такие вот дела, был такой весёлый фильм. Вот, вот такая вот история была. Так вот, Пшибыльский, он польский астроном, из Австралии. Значит, австралийский астроном. И он открыл эту, ну не звезду открыл, он открыл в спектре этой звезды странные линии. Спектральные линии вот этих вот тяжёлых элементов, включая Плутоний, да, понимаете. Ну сейчас это повод поговорить, когда говорится про такие звёзды. Вот, тут, наверное, живёт техногенная цивилизация, и сбрасывает, сбрасывает на неё свои трансурановые элементы, свои отходы ядерной промышленности. Да вот такие вот слова. На самом деле звезда действительно удивительная. Знаете, в чём удивление? О том, что нет заметных линий железа. Это не единственная такого рода звезда, но её выделяет только то, что наряду вот с этими вот зажелезными элементами, с точки зрения термоядерного синтеза, вот эту железо-56, это та грань, перейдя которую звезда уже начинает умирать, когда с синтезом. Вот, что-то железа нет. Вот, видимо, так она перешла, интересно, грань у себя в ядре. Ну, её изучают, вот эти, сколько уж, больше полувека, всё изучают, 60 лет почти. И выяснили её периоды, все эти колебания, что измерили скорость движения поверхности. Оказывается, там она вот поддержана вот этим звуковым колебанием. Вот такая вот замечательная звезда. Вот откуда они берутся. Это мне один мой зритель написал письмо вот на эту тему, сослался, даже ссылочку дал на некий интернет-журнал. Ну, я так вот вам скажу, что ведь, чтобы заинтересовать публику, надо сказать, что это, наверное, цивилизация там что-нибудь гадит. Да нет, это вот так вот интересно ведут себя звёзды. А что в загадке? Представляете, какие там энергии выделяются? Что вы, Господи Боже мой. Вот, ну и помните, как нам хорошо повезло, что наша Солнечная система даёт нам спокойно пожить какое-то время, вот без этих вот эксцессов необыкновенных, да, без всех этих вот вещей радиоактивной звёзды. Но, да, вообще говоря, кстати говоря, известен эффект тоже. Вот эти вот звёзды, которые, так сказать, сверхновыми числятся у нас, начинают взорваться, вот как новые звёзды, они в стадию интересную проходят. Когда у них образуется никель, радиоактивный никель, а никель, он следом за железом идёт, понимаете, да, вот этот вот радиоактивный никель излучает, нагревает, и вот этот вот газ из полностью, наверное, ионизированного никеля нагревается как раз продуктами радиационного как раз превращения вот этого никеля, да, радиоактивного распада никеля. Шикарно, правда, да, вот они никелевые звёзды, как вам это, нравится? Мне лично очень. Ну, что, желаю вам удачи. Да, самый главный это не сказал, Господи, Боже мой. Звёзды живут за счёт ядерного синтеза. Я же живу за счёт окисления органического материала. Органический материал достать непросто, его надо купить в магазине. А покупая его на те деньги, которые присылает мне моя публика, любимая, дорогая. Внизу у меня есть несколько способов описано, как вам с этими деньгами расстаться в мою пользу. Есть номер сбербанковской карточки, 32-43, он заканчивается. Есть PayPal, Яндекс.Деньги, Kiwi-кошелёк. Все реквизиты Сбербанковского счёта есть. Есть интересная вещь ещё, нововведение такое. Оно называется... Сейчас скажу, как оно называется. Оно называется Denotation Eilers, Бояршина в БС. Да, вот туда как-то можно тоже, вы можете жертвовать деньги. И есть ссылочка на текстовый файл, откуда вы всё это можете на свой смартфончик скопировать. Да я денег от вас жду, честно говоря. Все эти звёзды, конечно, хорошо, но звёздами сыт не будешь. Если вот с вашей помощью не конвертирую их. В чего-то ведь я вам разъяснил. Ну и ладно, пока.